Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васемда. Смотрите сейчас. Виват морякам в Бобруйске отметили день ВМФ. Крепкого здоровья, счастья. Как это было? Ненадежный шифр. Мошенники все чаще атакуют белорусов в интернете. Обезопаситься от проськов преступников помогут повышенное внимание к сохранности персональной информации. Как часто нужно менять пароли. Болеем за наших. В Бобруйск-арене пройдет турнир между четырьмя командами. Приглашаем всех поддержать нашу команду, для того, чтобы наш кубок остался на Бобруйской земле. Что на кону. А также белорусский каравай, прожиточный минимум и спортивный форум. На этой неделе стартуют вторые игры стран СНГ, где пройдет церемония открытия. Зерно на весу золотом. В стране полным ходом идет уборочная кампания. В массовую жатву включены все области. Республиканский каравай весит уже более полутора миллионов тонн. Урожайность на уровне почти 36 центнеров с гектара. Хлеборобы демонстрируют хороший темп. Если в планы не вмешается погода, госзаказ будет выполнен в полном объеме и в срок. Основная задача аграриев – сохранить урожай, от которого зависят продовольственная безопасность и экономика страны. Каждый час используем для того, чтобы можно было убрать хлеб. Возможности технических и людских ресурсов достаточно для того, чтобы убрать все вовремя и без потера. На уровне правительства и государства приняты все решения, касающиеся организации уборки зерновой культуры. По темпам и на молоту лидирует Брестская область. На ее счету 480 тысяч тонн зерновых. Самая высокая урожайность традиционно у Грудненской. Активно ведут работы в Могилевской и Витебской. Жатва идет круглосуточно и в будни, и в выходные. А берут до нитки. Мошенники все чаще атакуют белорусов в интернете. На уловки аферистов попадаются люди в возрасте от 18 до 64 лет. Более доверчивые оказываются женщины. На их долю приходится 51% случаев. Как правило, потерпевшие сами сообщают реквизиты банковских карточек, а также добровольно следуют инструкциям злоумышленников. Кибермошенники используют множество схем для обмана граждан. Обезопаситься от проськов преступников помогут повышенное внимание к сохранности персональной информации и максимальная бдительность при осуществлении платежей и денежных переводов. Чтобы не стать жертвой мошенников, пароли для входа в соцсети, интернет-банкинг или онлайн-магазин должны быть разные. Лучше всего их менять раз в полгода. Плюс стоит использовать двухфакторную идентификацию. Для этого достаточно привязать аккаунты и электронную почту к номеру мобильного телефона. Квадратные метры, экспериментальный проект и единовременные выплаты. Более 240 тысяч детей из многодетных семей получат к новому учебному году материальную помощь. Сколько выделили средств? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси с августа увеличится бюджет прожиточного минимума. БМП в среднем на душу населения составит 364 рубля 40 копеек. Это на 3,5% выше предыдущего норматива. В связи с изменением вырастут пособия по уходу за детьми до 3 лет. За первого государства выплатят 651,35, на второго и последующих 744,40. Также автоматически пересматриваются размеры единовременных возрастных выплат. В стране за полгода построили более 19 тысяч новых квартир. Почти половина введена в эксплуатацию для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Треть построенного для жителей села. Всего в 2023 планируется обеспечить жильем 6730 многодетных семей. К слову, белорусские строители наращивают и экспорт услуг. За пять месяцев рост более 40%. Медучреждения будут принимать пациентов и в выходные, и в праздники. Услуги на платной основе. Пока не включены процедуры для детей трансплантация. Работать по экспериментальному графику начнут с августа. Подобный проект уже был в прошлом году. Участвовали 18 больниц и научно-практических центров. Сейчас список вдвое больше. Более 240 тысяч детей из многодетных семей получат к новому учебному году материальную помощь. Единовременную выплату предоставят независимо от дохода родителей. Во всех регионах республики уже начат сбор заявлений. В местных бюджетах на поддержку выделено более 26 миллионов. Также по всей стране пройдут традиционные благотворительные акции. Вторые игры стран СНГ стартуют в пятницу. Торжественная церемония открытия 5 августа в Минской арене. Соревнования будут проходить не только в столице и областных центрах. Аренами спортивных баталий также станут Борисов, Жлобин, Молодечно, Орша и Солигорск. Ожидают большое количество как участников, так и болельщиков. Экипаж равнения на флаг. В Бобруйске отметили день ВМФ. Личный состав городской организации Белорусского союза военных моряков собрался у памятника морякам Днепровской флотилии. В далеком 1944-м бойцы прославленного отряда форсировали Березину и освобождали города от немецко-фашистских захватчиков. К подножию монумента возложили цветы и венки, как дань памяти павшим героям. Лучшим вручили юбилейные медали. В своем лице и от гвардейцев-десантников, ветеранов воздушно-десантных войск, ветеранов боевых действий, интернационалистов, хотелось бы поздравить военных моряков с их праздником, пожелать им крепкого здоровья, счастья. После в районе пляжа санатория имени Ленина на воду Березины спустили венок в память о погибших. Несмотря на то, что у нашей страны нет выхода к большой воде, в советское время каждый третий белоруса служил во флоте. Балтийском, Черноморском, Северном, Тихоокеанском. Жилищный вопрос. Сотрудники ЖРЭО проводят мониторинги общежитий. Специалисты обращают внимание на использование энергоемких электроприборов, проводят профилактические беседы. Об ответственности далее. Инженер по пожарной безопасности и мастер ЖУ-8 на регулярной основе проводят рейды по общежитиям. Согласно правилам, использование мощных электроприборов запрещено. В зданиях установлены групповые счетчики. Если сеть будет перезагружена, то в комнатах возможно короткое замыкание. Пользуюсь я только кухней общей, как и соседи, так и я. На кухне у нас все плиты, комфорки, духовки. Все у нас в рабочем состоянии. На счету ЖРЭО Первомайского района 30 общежитий. Везде, где требуется, оборудованы кухни. Для приготовления еды есть все необходимое. Главное – соблюдать правила безопасности. Ведь по статистике, самая частая причина ЧП – забытая на плите пища. В комнатах в процессе приготовления пищи попадают в датчики дымовые, а также тепловые. И происходит сработка пожарной сигнализации. Идет выход на молнию. И в течение определенного периода уезжает наряд МЧС. За порядком ежедневно с утра до вечера следит сторож. Сотрудник каждые два часа с проверкой обходит все этажи. За нарушение условий договора найма жильцам грозит административная ответственность в виде штрафа. От 37 до 740 рублей. Все зависит от ситуации. Наниматели должны содержать жилое помещение в чистоте, места общего пользования в чистоте, соблюдать правила тишины, экономно расходовать электрическую энергию, тепловую, экономно расходовать воду и своевременно вносить плату за пользование жилищно-коммунальных услуг и в полном объеме до 25 числа каждого месяца. Чтобы избежать накопления долгов и лишних трат на оплату пении, специалисты предлагают воспользоваться авансовым платежом. Совершить его можно в отделениях банка, почты и инфокиоске. В Бобруйске ответы на вопросы по поводу оплаты ЖКУ можно получить на интернациональный 17 и 50 лет в ЛКСМ 43Б, а также по номерам телефонов, которые указаны в извещениях. Ольга Васенда, Станислав Чещерин, Бобруйск, 360. Страсти на льдом. В Бобруйск-арене сразятся четыре команды МХЛ. Турнир на призы председателя горсполкома пройдет с 1 по 3 августа. В нем примут участие наш Дина Машинник, Тайфун из Вольде Востока, Стальные Лисы, Магнитогорск и Московские крылья Советов. Расписание матчей на сайте Бобруйлайф. Приглашаем всех поддержать нашу команду, для того, чтобы наш кубок остался на Бобруйской земле, ну и, конечно же, насладиться красивым хоккеем. Билеты можно приобрести в кассе Бобруйской арены. Стоимость 2-3 рубля. Фан-секторы детские до 14 лет обойдется всего в один. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует...